В новом дворце спорта для людей с ограниченными возможностями организована доступная среда. Представители 14 городских общественных организаций инвалидов проверили, насколько комфортным будет посещение спортивного сооружения для граждан с особенностями здоровья. На полу тактильная разметка, широкие коридоры для перемещения на коляске, шесть лифтов и специально оборудованные туалеты. Здорово, что у города появился такой замечательный дворец спорта, который не просто красив, он, первое, красив, второе, он доступен для людей, особенно людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями, и вот это радует. Приятно было видеть вот как раз то, что здесь доступно все, и я себя совершенно спокойно, комфортно чувствую везде. Первой локацией, которую увидели посетители, стал зал для игры в керлинг. Здесь оборудованы четыре дорожки, на которых одновременно могут тренироваться до 40 спортсменов. Затем гости побывали в спортивном зале, где обычно происходит разминка баскетбольных команд перед игрой. Основная арена трансформируемая под различные события. Здесь могут провести хоккейные или баскетбольные матчи, а также выступления артистов. Это позволяет сделать специальное покрытие, под которым скрывается лед. Трибуны вмещают в себя пять тысяч зрителей. Для инвалидов-колясочников в каждом секторе предусмотрено по шесть мест. Увиденным гости остались довольны. Они увидели, что такой дворец есть, что он доступен для любого жителя городского округа Самары, вообще для любого жителя. И самое главное, комфортно можно принять участие не только в тех мероприятиях, которые проводит дворец, но и наших мероприятий. То есть мы уже смотрим немножечко вперед. Мы вот увидели, люди очень довольны. Мы увидели, насколько удобно, доступно, насколько интересно и, самое главное, гордость, что в нашем городе есть такой дворец. В новом дворце спорта также предусмотрены все необходимые технические помещения. Раздевалки для спортсменов, судей и кабинет для прохождения допинг-контроля. Общая площадь нового спортивного сооружения больше 29 тысяч квадратных метров. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События.